Любимые не могут умереть, любовь в себя вмещает вечность. Эмили Диккенсон. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект Живые Души, где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – перинатальная потеря. С какими сложностями сталкивается женщина, потерявшая ребенка, и как правильно ее поддержать. Обсудим сегодня с практикующим психологом, арт-терапевтом Валентиной Маркиной. Здравствуйте, Валентина. Добрый день. Начать хочу с ввода термина – перинатальная потеря, такой медицинский сухой термин. Я думаю, что немногим даже понятно, что за ним стоит. Расскажите, как практика, что за этим стоит. Перинатальные потери – это потери, утраты беременности ребенка во время родов и первый год жизни. Медики часто воспринимают потери на раннем сроке, то есть они на них не обращают внимания. Именно с точки зрения медицины это не является как таковой потерей. Но с точки зрения психологии, как только женщина увидела две полоски, то есть она себя может воспринимать уже как маму. И соответственно выкидыши, самопроизвольные аборты, выкидыши или аборты по медицинским показаниям – это все воспринимается как потеря ребенка, сколько бы этому ребенку не было. Пять недель, шесть недель или тридцать недель. Ну, соответственно, вот эта вот разница между медицинским пониманием потери и психологическим, она иногда играет в злую шутку. Когда врачи пытаются успокоить, по факту женщина воспринимает, что к ней относятся холодно. Расскажите о себе, как вы пришли в глубокое исследование и практику именно в этой теме. Через личный опыт. То есть у нас с мужем долго не получалось забеременеть, и моя первая беременность, она закончилась выкидышем на раннем сроке. И в тот момент, как бы, я не получила поддержку, ну, в принципе. Наверное, меня поддержал только муж. Потому что даже близкие, как бы, пытаясь успокоить, говорили, ну, что это вообще еще, еще ранний срок, мы в свое время даже не знали, что мы беременны. И, наверное, где-то через месяц люди просто не понимали, о чем я страдаю. Ну, то есть, как бы, как говорят, ребенка еще не было, чего ты страдаешь. Ну, соответственно, врачи тоже самое отношение, да, то есть такое, как бы, медицинское. И, соответственно, вот я на тот момент училась на психолога, и как-то я столкнулась с тем, что вот здесь какое-то вот непонимание. И мне на тот момент казалось важным начать помогать женщинам, которые столкнулись с тем же самым. Причем мне казалось, что эта проблема только тех, кто потерял ребенка на раннем сроке. Потому что ребенок уже, который умирает в родах, ну, тут же сложно откреститься, так сказать, ну, вот он, ребенок есть. Когда я окончательно приняла решение, что я хочу работать с этой темой, я хочу помогать женщинам, и восстановилась сама. Это был достаточно долгий период. Я вышла на тогда образовавшийся фонд «Свет в руках». Это как раз фонд, помогающий семьям, которые переживают перинатальные потери. Недолго думая, я отправила запрос, прошла, как бы, вступительный экзамен, скажем так, и меня приняли волонтером. Три года я проработала в этом фонде, потом ушла. Сейчас, на данный момент, я также сталкиваюсь с этой темой, но уже в другом фонде. Фонд «Три сердца», вернее, благотворительный центр «Три сердца». Фонд «Три сердца», основная задача вот этого центра, это помощь родителям, мамам, которые ждут ребенка с патологиями, врожденными патологиями развития. То есть это тоже такая сложная тема, и все-таки не всегда, к сожалению, получается, что заканчивается положительно. То есть иногда мы встречаемся и там с перинатальными потерями, но, соответственно, мой опыт пригождается и здесь. А вот, как-то вот объясняя про перинатальную потерю, вы как-то сформулировали, что есть медицинское отношение к потере. Давайте вот прям сформулируем для зрителей, да, когда вот вы в вашем круге, даже не обязательно, что вы там в вашем круге близкие, кто-то сталкивается с перинатальной потерей, как не надо говорить, вот, ну, что как бы обесценивает и ранит, потому что у нас, ну, как бы так, чувствительности, может быть, не хватает понимания, да, как вот лучше, вот лучше, как не надо. Ну, самое важное – это не обесценивать чувство близкого. То есть что значит обесценивать? Вот это такие фразы, как «Ничего страшного не произошло, ты молодая, ты еще родишь». Самое главное – ты теперь знаешь, что можешь забеременеть, ну, то есть значит не все потеряно. Иногда встречаются фразы, что, типа, не надо переживать, все будет хорошо. То есть понятно, что близкие хотят поддержать, ну, они же не из вредности это говорят, то есть они хотят поддержать. Но горюющий человек в этот момент это не воспринимает как поддержку, он воспринимает это так, что меня никто не понимает. То есть вот это вот чувство одиночества, оно только усугубляется. Еще одна фраза, которую не стоит говорить, только если вы не пережили аналогичный подобный опыт – это «Я тебя понимаю». Вот практически, наверное, у 90% женщин это вызывает очень такую сильную агрессивную реакцию, потому что как ты можешь меня понять, ты через этот опыт не проходил. Поэтому вместо «Я тебя понимаю» здесь, наверное, правильнее сказать «Я тебе сочувствую». Иногда даже фраза «Я даже не представляю, как тебе тяжело» или «Мне сложно представить, как тебе тяжело», она является лучшей поддержкой, нежели вот когда мы говорим, что «Я тебя понимаю». Давайте поговорим про женщину, столкнувшись с этой потерей, вообще, что она переживает вообще во всем этом процессе. Вот когда случается такой опыт, произошла потеря, здесь очень важно понимать, то есть срок на переживание потери не влияет. То есть что влияет? В первую очередь, насколько картина мира женщины успела перестроиться. То есть некоторые, когда видят две полоски, то есть они еще не воспринимают себя как мамой. То есть у них идет как бы вот такое постепенное формирование, как мы называем, материнской доминанты. И у нас 9 месяцев нам дано для того, чтобы женщина привыкла к тому, что она будет мамой. И когда здесь происходит самопроизвольный аборт, выкидыш, то есть не всегда это может восприниматься как потеря. На поздних строках там в основном уже перестроена практически у всех картина. И, конечно, переживания чаще происходят, чаще мы наблюдаем. Соответственно, то есть срок не является показателем. Что переживает женщина? Прежде всего, это физиологический стресс. Это стресс именно такой психологический, как ощущение себя, что я не справилась. То есть вот у меня есть функция стать мамой, мой организм меня подвел. В связи с этим вот мой организм меня подвел, развивается такое недоверие себе, своему телу. Соответственно, после потери здесь очень важный такой аспект. Это научить женщину снова верить себе, своему телу. Есть часто неверие врача. Потому что есть ощущение, что где-то что-то недосмотрели, где-то что-то пропустили. Поэтому произошла вот эта вот трагедия. Наверное, как бы из основных пунктов вот эти моменты обращают на себя внимание в первую очередь. Я, когда готовилась к интервью, столкнулась с тем, что, в общем, тема-то достаточно в социуме как будто бы табуированная. И я просто, ну, только готовясь к интервью, узнала, что там в моем ближнем круге некоторые сталкивались с этими потерями. Просто там даже, ну, не было никакого контекста, никакого пространства об этом поговорить до этого момента. Как эта табуированность, эта скрытность вот этой всей истории, почему она формируется, во-первых, почему это так все прячется? И, во-вторых, как это влияет вообще на психику? Ну, вот смотрите, вот эта вот табуированность, я могу предположить, связана, наверное, с нежеланием выносить как бы на широкие массы, на близких свои проблемы. Это первое. Второе, когда мы рассказываем, то есть близкие не всегда знают, что сказать. То есть это ставит их в неловкое положение как будто. Как-то замалчивается, да, то есть и, соответственно, есть вот это вот ощущение того, что мои проблемы неинтересны. То есть когда уходит человек взрослый, ну, там, уходит мама, да, там умирает папа. То есть с этим человеком мы долгое время жили, его очень многие знали. И поэтому, когда у нас проходит горевание, то есть нас поддерживают. А когда уходит ребенок, которого еще никто не видел, да, то есть вот это вот горевание, оно как бы стирается именно у близких. И поэтому женщины часто, ну, как бы вот им не с кем поговорить. И вот это вот ощущение, вот это вот замкнутое одиночество, оно, конечно, играет большую роль. Еще один аспект, вот столкнулась, когда работала, вела лекции для медиков, вот в одном из очень крупных городов. Мне взрослая женщина сказала, вы инвалидизируете наших женщин. Вот она забеременела, родила, он умер, пошла и родила снова. То есть нечего это превращать в какую-то драму. То есть и вот это вот непонимание того, что она за эти 9 месяцев уже теряет не знакомого ей человека, а она теряет часть себя. Вот это, конечно, непонимание, оно тоже как раз такой яркий, яркая иллюстрация того, что происходит в обществе. То есть как и сейчас вот благодаря в том числе работе фонда «Свет в руках» идет потихоньку маленькими шагами изменение, вообще представление о том, что это за проблема и что говорить про это нормально. Гуманизация неизбежна. Еще плюс, да, то есть когда мы проговариваем, когда вот эта проблема, люди сталкиваются с тем, что это оказывается не такая уж и редкость, да, то есть снимается травматизация. Что я не одна такая. То есть я не одна такая, да, то есть это не я такая вот, ну там исключительная, которая не смогла сразу стать мамой. То есть это как бы вот, но это встречается. Давайте вот про горевание проговорим, да, вот вы сказали, что есть большая разница, был ли кто-то знакомый, да, у которого общие друзья и так далее, он ушел, и когда уходит нерожденный ребенок. Как еще отличается стадия горевания у женщины, которая проживает перинатальную потерю? Вы знаете, стадии горевания, наверное, не особо отличаются. То есть вот, наверное, будут отличаться просто проявления непосредственно у мамы, у папы, да, то есть или у других близких. В целом выделяет, то есть несколько теорий, но я расскажу как бы про одну, которая наиболее такая распространенная, чаще всего на слуху. То есть у нас проходят несколько этапов, то есть первый этап шок это отрицание, когда не верится, что это произошло. То есть когда женщина пытается доказать врачам, да, что они не правы, что нужно еще раз обследоваться, что они ошиблись. Часто вот эта стадия, она достаточно короткая, да, потом следующая стадия, это стадия агрессии. Стадия агрессия может быть направлена на других, это чаще всего на врачей, на близких, ну то есть как бы вот вовне, ну то есть как бы это злость, раздражение. Также агрессия может быть направлена на себя, это очень сильное чувство вины. Вот агрессия направленная на себя, она наверное для женщины конечно страшнее и такое более сложные последствия. Потому что иногда бывают ситуации, когда все близкие врачи говорят, ну вот надо же спокойно восприняла, спокойно не злиться ни на кого, то есть спокойно воспринимает происходящее. А в какой-то момент женщина просто решает выйти из окна, ну или как-то покончить с собой, потому что вот это чувство вины ее очень сильно давит, и она не знает как это проявить, куда с этим выйти. Следующая стадия это стадия торга, ну очень многие проходят эту стадию, как она выглядит в данном случае, это, а если бы я неделю назад пошла на обследование, этого бы не было. А если бы я вот тогда не полетела в командировку, то все бы было по-другому. Вот эта стадия она тоже как бы такая достаточно эмоциональная, и здесь вот близким важно понимать, что когда вот проговаривают подобное, то есть мы не поддерживаем, мы говорим, что возможно было бы по-другому, но не факт. Ну то есть как бы мы не знаем, как было бы на самом деле. Следующая стадия вот после торга, это стадия депрессии, самая длительная, когда ничего не хочется, когда такой упадок сил. И последняя стадия, стадия реорганизации, когда идет такое уже принятие, что на самом деле это произошло, и как-то нужно научиться жить вот с новой реальностью. Ну как бы это, конечно, очень упрощенные такие стадии, и здесь очень важно понимать, что они не идут одна за другой. Это скорее такие эпизоды, которые могут чередоваться. То есть в процессе вот депрессии могут возникнуть торт, потом мы можем вернуться к агрессии. Даже когда произошла стадия реорганизации, принятие нового образа жизни, даже после этого происходят возвраты. Чаще всего это возвраты на годовщину. То есть годовщина либо рождения ребенка, либо смерти, ну то есть как бы либо и там, и там. Вот даже по прошествии нескольких лет, ну то есть как бы все равно вот эти переживания, а сейчас бы моему ребенку было 5 лет, а сейчас бы моему ребенку было 10 лет, они нормальны. Вот здесь очень важно понимать, что вот это нормально. Потому что иногда приходят и говорят, ну вот уже столько лет прошло, почему же у меня вот раз в год вот это чувство ко мне возвращается, и я не могу там спать. Здесь важно понимать, что очень нужны ритуалы. Как вот у нас не зря же в нашей культуре, там мы как бы поминаем 9 дней, 40 дней, полгода, и потом каждый год. Вот здесь вот примерно то же самое. Сложность бывает, когда близкие не признают. Ну то есть для женщины потеря была, а близкие говорят, ну это уже все позади. Вот у меня на группу поддержки приходила мамочка, и вот основная проблема была в том, что ни ее родители, ни муж категорически запрещают вообще обозначать, что несколько лет назад у них родился ребенок, который умер. После этого родился ребенок, который живет. То есть, соответственно, все силы ты должна бросить сюда, а того забыть. И вот это вот забыть не получается, да, то есть вот эти вот внутренние переживания, они дают в том числе такие достаточно сильные проявления и депрессии, и страха за имеющегося ребенка. Ну как бы вот эти процессы, они негативно сказываются на маме. И мы с ней договорились, что она определяет, вот на годовщину она определяет для себя какой-либо ритуал. То есть либо она покупает цветок, ну как бы приносит, вот раз в год она себе приносит цветок. Это как бы вот, всем остальным можно сказать, это для меня. То есть как бы только она знает истинный смысл этого цветка. Можно раз в год писать ребенку письмо, надо как бы вот, что она его помнит. Вот как к близким мы ездим на кладбище, да, здесь такой возможности нет. Ну вот такой символическая как бы встреча, да, ежегодная. И она, конечно, помогает проживать эти эмоции безопасно. И уже вот этот опыт не накладывается на других детей. А вот про других детей и последующие беременности. Я слышала одну из теорий, что женщинам после потери запрещают беременеть, там, например, определенный промежуток времени, чтобы не было вот это вот замещение. Чтобы следующий ребенок родился как самостоятельная личность, а не замена потери. Что в этой теме, как сейчас практика современная, что говорит? Вот сложно сказать, что говорит практика, потому что это, наверное, есть рекомендации, но каждый действует, исходя из имеющейся ситуации. Вот эти процессы горевания, да, то есть они идут, ну, примерно год. Когда мы говорим про гибель ребенка, они могут даже затягиваться, да, то есть если раньше говорили нормальное горе – это год, гибель ребенка – это три года, если это затягивается, нужно идти к психологу. Современные уже исследования говорят, что даже пять лет может быть нормально. Но здесь, конечно, я бы все равно рекомендовала обратиться к психологу, чтобы на самом деле легче прожить этот вот опыт. Но есть другая ситуация, когда произошла потеря, там, где-то примерно через полгода медики говорят, «Все, организм готов, мы можем рожать». Год еще не прошел, да, то есть мы как бы идем в следующую беременность. Вот здесь тоже важно понимать, как… важно, чтобы не получился замещающий ребенок, да. То есть когда мы признаем ушедшего, то есть мы закрепляем за ним, ну, скажем так, место в семейной системе, то мы ждем следующего ребенка. Да, я как психолог всегда предлагаю все-таки год подождать, потому что год – это та стадия, когда вот… Вот, а сейчас бы ему было полгода, мы бы… А сейчас вот первый Новый год бы отмечали. Последующий – это уже не первый Новый год, да, то есть у нас уже был Новый год без этого ребенка. И поэтому как бы там вот несколько проще. Но когда потеря происходит, да, то есть часто это у нас уже ближе к 30 годам, там 25-30, женщина говорит, ну, мне уже особо тянуть некуда, врачи сказали, я пошла пробовать, да, то есть мне нужен, я хочу следующего ребенка, я хочу забеременеть. Такое тоже возможно, но здесь очень важно понимать, что это другой ребенок. То есть мы ему не даем имя как того, который ушел. То есть мы не ожидаем от него то, что это вернулась душа того же самого ребенка. Вот замещающий ребенок, да, это когда у нас есть четкое убеждение, что это ко мне пришел тот же самый ребенок. Когда мы признаем, что вот был, он ушел, а это у нас следующий ребенок, второй ребенок, тогда, конечно, вот этого эффекта не происходит. То есть я слышала, что даже некоторые женщины прям проговаривают, что, допустим, вторая беременность потеряна, третья, они говорят, это мой третий ребенок. То есть не второй, хотя у него по факту тоже как вариант признания. Это признание, да, вот это как раз вот и есть признание того, что у меня были другие дети. Давайте поговорим про пап. Что с ними происходит в этот момент, как они это переживают? Папы чаще всего тоже переживают. Но так как переживание у мам и у пап идет по-разному, мамы не всегда понимают того, что ее супруг тоже переживает. Если женщина, она в основном в эмоциях, то мужчина, мало того, что он с детства воспитан тем, что мужчина должен быть сильным, плюсом ему проще проживать через действия. То есть это забота о супруге, то есть как бы забота о том, что он может сейчас сделать, изменить. И вот эта вот поддержка, она иногда женщинами воспринимается как забота, а иногда воспринимается как то, что он не переживает у ребенка. Здесь очень важно понимать, что решается этот вопрос только через общение. Плюсом мужчина в данном случае, он переживает не только о потере, он на самом деле очень сильно переживает и о супруге. То есть он видит, насколько ей тяжело. И как бы вот эти вот его переживания, то есть они... То есть он переживает еще, скажем так, вдвойне. Женщины чаще всего именно переживают о себе и о своем ребенке. А мужчины обращаются в фонд? Да, мало, но были такие случаи. На группу поддержки приходили и на консультации. Вот фонд «Свет в руках» могут обратиться не только родители, там обращаются и бабушки, и может обратиться там сестра женщины, у которой случилась потеря. То есть как бы мы помогаем, психологи, да, то есть мы помогаем другим понять вообще, что происходит, как реагировать и как справиться с этой системой, с семейной ситуацией. Я знаю, что нас смотрят много помогающих практиков, и поскольку вы работаете с такими прям очень непростыми темами, можете поделиться, как вот действительно брать такие сложные темы, не выгорать, да, и быть вот в опоре на себя в ресурсе. Есть какие-то секреты у вас в фондах? Расскажите. Ну, наверное, самый главный секрет – это вообще, собственно, фонд. Ну, то есть когда я задумывалась о том, чтобы работать самостоятельно с этой темой, как бы я тоже, мне казалось, что это очень тяжело, очень страшно, и вообще как вот остаться с этим горем, то есть многих людей, и что с этим делать. В фонде есть практика интервизий, когда ты не остаешься вот с этими переживаниями, со своими сложностями один на один, то есть идет общение психологов, взаимная поддержка. Ну, и, конечно, здесь очень важно понимать свой предел, ну, то есть, допустим, сколько консультаций в неделю по этой теме ты готов брать. Вот для меня на данный момент это две консультации в неделю. То есть если я беру третью, я понимаю, что к концу месяца я уже выдыхаюсь. Ну, то есть вот две консультации по такой теме. Соответственно, меньше можно, больше нельзя. Ну, то есть здесь важно заботиться о себе. Следующий момент, это после того, как работа произошла, опять же мы заботимся о себе, это дыхательные практики, это какое-то созерцание, чтобы не нести, наверное, для меня самое сложное было не нести вот эту боль, вот эти переживания со своей работы к себе домой. Ну, то есть как бы поэтому я сразу предупреждала, что вот у меня консультация вот столько-то, столько-то, я освобожусь в 4, но до дома я дойду только в 5. Я еще полчаса, я буду ходить по улице для того, чтобы как бы собраться с мыслями, то есть оставить работу на работе и домой уже прийти наполненной, наполненной чем-то другим. Ну, наверное, как бы основные вот такие секреты. То есть самостоятельно, мне кажется, эта тема очень сложна для того, чтобы постоянно находиться в ней один на один. Мы каждого эксперта всегда спрашиваем, что можно порекомендовать людям, женщинам, кому интересно вот в этой теме, ну, может быть, даже будущим родителям, отцам вообще, ну, просто всем, кому интересна эта тема, кто хочет больше узнать, больше как-то почувствовать себя в безопасности в этом вопросе, что можно почитать, посмотреть, что бы порекомендовали. На эту тему не так много литературы, но она уже появляется. И в основном это, наверное, помощь тем, кто уже прожил потерю. И вот я очень рекомендую книгу Ирина Семина «Ты не одна девочка». Еще одна очень хорошая книга «Семь дней жизни вечной» автор Анастасия Стайпик. Она сама мама, потерявшая ребенка, то есть вот ребенок прожил с ней 7 дней, 7 дней в реанимации, после этого малыш ушел. И она психолог, и в книге написан вот опыт мамы и психолога, да, то есть он так интегрирован. Очень хорошая книга, рекомендую. Еще одна хорошая книга, особенно для тех, кто находит утешение в вере, это про теории Андрея Ткачев «Слово утешение». Книжка небольшая, но тоже утешающая, помогающая. На самом деле интересно, вот вера, есть подозрения, что люди, которые верующие и которые, допустим, атеисты, по-разному переживают такие острые состояния. Ну, здесь важно понимать, что вера также не является таким гарантом, что проживание пройдут спокойно. Потому что подобные испытания вызывают очень сильный такой кризис веры. И как раз часто бывает так, что люди, которые считают себя неверующими, через эти переживания приходят к вере. А те, кто изначально как бы был верующим, то есть женщина соблюдала посты, женщина, скажем так, жила так, как правильно, и вдруг происходит такая потеря. В том числе есть чувство раздражения, злости, злости на Бога. И плюсом чувство вины. Я не имею права злиться, но я почему-то злюсь. Здесь тоже очень важно понимать, что это временный период. Это этап, вспоминаем проживание горя, да, этап злости. Злость на Бога, она тоже имеет место быть. И со временем она проходит. Поэтому сказать, что те, кто верующие, они легче переносят, я не могу. Спасибо большое за этот разговор, за такое профессиональное раскрытие непростой темы. Следующая наша встреча будет посвящена образовательным пространствам. Что это такое и как родителю выбрать самое подходящее образовательное пространство для своего ребенка. Обсудим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok